Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс и мы с вами продолжаем проходить Арайзены. В предыдущей серии мы с вами выполнили большой ряд квестов и выбрали свой путь. Теперь мы играем за людей Дона и наш удел это бегать и как-то избавляться от инквизиции и от ордена, которые здесь поселились. Сейчас нужно всех их выдворить и дать власть Дону, полную власть в этом городе. Ну а еще между тем я не выполнил различные задания, такие всякие по мелочи и нужно в первую очередь мне сейчас закрыть квест Шерлока Холмса. Где-то сказали, что у Коста находился Дойл, но где же он? На втором этаже живут эти теперь люди, которые за 30 золотых монет там. Спроси кого-нибудь еще. Давайте еще раз поднимемся, может быть он тут так же между... А это кто там спит? Дойл, здравствуй. В чем дело? Я поплую душу. Я тебя тоже самое могу спросить. Я здесь сплю. В этом ведь ничего такого нет, дружище. Угу. Тебя видели в доме, который ограбили. Я разношу рыбу по домам. Я все время около чего-нибудь дома. Как скажешь. Ты единственный, кого видели у ограбленных домов. Что делает тебя главным подозреваемым. Да перестань ты. Ничего не докажешь, и ты знаешь это. Я могу выбить из тебя признание. Это было бы большой ошибкой, дружище. Я все-таки рискну. Или же пропустим драку, и ты сразу расскажешь мне правду. Если я расскажу, ты мне поможешь? Или бросишь меня в опасности? Сначала расскажи. Я присматриваю дома для Сида. Ну вот. Не страшно. О, 200. Классно. Еще и новый уровень у меня. Вообще неплохо прям. Но что мне делать с этой информацией? Если Сид услышит, что я проболтался, он скормит меня могильным червям. А если узнает орден, меня отправят в монастырь. Ты должен держать это в тайне. Тебе лучше исчезнуть. Навсегда. Не будем уже. Так, ты больше не будешь проблемой для Сида? Или для кого-то еще? Нет. Не надо. Нет. Не убивай меня. Это решит все проблемы. Подожди. Если я должен исчезнуть, тогда не исчезнуть. Я исчезну под землей. Я никогда не вернусь в Харбортаун. Клянусь священным огнем, друг. Все поверят, что я мертв. Даже моя семья. Что ты скажешь? Я могу уйти в любую секунду. Дойл должен исчезнуть. Да, и еще, кстати, Дойл, ты должен мне показать путь, как выбраться из Харбортауна. Для меня это пока что загадка. А у меня там есть одна дамочка, которая хочет отсюда выбраться, но не знает как. О, кстати, даже в диалоге есть такое. Ты знаешь, как можно выйти из Харбортауна? Я найду способ. Если надо, перепрыгну через стену. Ой, началось тут, а. Я не могу рисковать. Я не могу рисковать. О, нет. Ой, ой, другой диалог. Ты что начал тут? Так, вернемся. Я не хотел с ним драться. Я хотел за ним следовать. Вернемся, когда будет опять этот же выбор диалога. Итак, а теперь мы выбираем уже точно, да? Просто я что? Я не думал рисковать. Это дальше пойдет диалог. И он там начнет рассказывать, что да, у меня есть уже заготовленный путь. Я не буду прыгать через стену. И в таком духе я думал, ну, что я не могу рисковать, что тебя вдруг мантии увидят или тот же Сид. А здесь сразу же драка началась. И в общем, как-то неправильно вышло. В диалоге непонятно, что тут подразумевает под собой. Могли бы в скобочках написать, там, обнажить клинок или драка просто, да? А, ну, мы выбираем точно. То есть соглашаемся с ним, что он просто исчезает и попытаемся проследовать за ним, если это удастся сделать. Так, а теперь идем за ним и смотрим, куда он пойдет. Возможно, он нас приведет к самому нужному тому пути. Давайте сохранимся уже здесь. Я сейчас замучился этот весь диалог слушать. По-новой. И что, ты здесь усядешься? Это твой план? Ты собираешься тут торчать весь день? Нормально, да? Я хотел за ним проследить, куда он пойдет, как он будет из города выбираться, а он просто уселся и сидит. Не, ну он нормальный вообще. И он даже выходить не собирается. То есть, если я сейчас куда-нибудь подальше уйду, да? Вернусь, его уже там не будет. Он, наверное, просто исчезнет. Если это так, то это очень несправедливо. Сидит, смотрите-ка. Ну, ладно. Пускай пока сидит, не знаю. Может быть, он через время исчезнет. Либо исчезнет, когда мы уже из города сами смотаемся, свалим. Так, я по этому пути впервые бегу. Может быть, здесь что-нибудь есть. Вот, например, тут. Кстати, а может, отсюда можно как-то добраться до портового? Ну-ка. Так, где я нахожусь? А, не, это другие места. И туда я уже запрыгивал. Увы. Да, точно, здесь и был. В самом начале, давненько это было уже, вот забыл даже. Мне как-то надо раздобыть на втором этаже склада сундучок с рубашками. но здесь охраняет вон тот воин. Пробраться туда можно как-то по дощечкам. Сохранимся. сейчас буду пытать судьбу. Может быть, как-то незаметно прошмыгнуть мимо этого верзилы и просто уже бежать, бежать, бежать. Ну, они что-то охраняются. Он мне не дает сюда зайти. А надо вот именно туда. Ну-ка, если я зайду прям сразу скажут выметайся, да? Вон! Вот так! Я тебя предупреждал. А если я сразу же наверх побегу? Вы также будете сразу же на меня злиться? Ребята, где там лестница? Надо сразу же путь узнать. А, направо, да? Я же в окно как бы вылезу и ничего в этом плохого не будет. Ну-ка. Валил бы ты отсюда. Да-да-да, я уже свалил. По сути, я уже на улице. Сундук Романова. То, что надо. Ларец. Вот он он, да? Сундучок тот самый. Так, это хорошо. Создать иллюзию. Золото. Всякое барахло. Но это все золото. А золото здесь очень ценится. Ну еще и шкура. Ну не знаю, я шкуру добыл с помощью заклинания шутка. И мне кажется, это более прикольный вариант был, чем просто где-то ее найти вот так. тем более, что все равно магией почти не пользуюсь. Периодически можно ее по назначению. Ой-ой-ой, да все, убегай, убегай, убегай. Я думал, он даже не придет. Да-да-да, все, все нормально, все под контролем. Мы сейчас на сортир. Я думал, они меня уже как бы потеряли из виду и все, и думают, ну пробежал какой-то мужик, выбежал обратно в окно и все, можно забыть. Нету-то было. Сохранимся. Мы сейчас большое дело совершили. Ну, капитан Романов, внесем тебе на новые рубахи. Вот твоя шкатулка. Ты ее нашел? Никто не видел, как ты ее сцапал? 250. Да, особенно никто. Странно, но мне не стало легче. Шкатулка тяжелая. Думаю, я тебе не только рубашки принес. Может, с рубашками там еще и золото? Что ищет Инквизиция? Может быть. А может, у меня просто очень тяжелые пуговицы. Все бывает. Кто-нибудь мог бы даже взломать замок, чтобы проверить. Я дал тебе свое слово. А слово куда ценнее, чем золото. Хотя золото еще никому не помешало. Скажем, подкину тебе 300 монет. Не стану оскорблять тебя отказом. Хоть ты и незнакомец. Доброе дело стоит доброй награды. Благородный пират. Все равно. 300 золота. Я теперь вообще богатый. И по такому поводу надо обязательно сохраниться. Ну-ка. 1774. Я скоро стану как Дон Эстебан. Буду чахнуть над собственным золотом. Никуда его не тратить. Ну пока что я не знаю куда тратить на самом деле. Мне очки опыта надо. Я бы сейчас все в меч ударил. Или там где у нас либо в силу. Ну сила нужна для увеличенного урона только сейчас мне максимум. Смотрите, кольца. Я ничего не ношу. У меня и нет в принципе этого ничего. Шлем. Ожерель. Можно столько всего поносим надевать. Арбалет 2. Меч у меня аж 1, 2, 3, 4. Столько отсеков. Неужто это все можно прокачать? Неужели такая игра длинная? Мне вот все время кажется уже чем дальше вот я играю что как будто бы развязка все ближе и ближе. Неужто так еще долго здесь находиться мне придется что я смогу это все прокачать? Что у этих ящиков? Что в этих ящиках? Что бы там ни было оно чертовски тяжелое. Так ты не знаешь в точности что внутри? Держу пари всякие товары специи шкуры и все такое прочее. Кому они принадлежат? Ордену. Теперь склад принадлежит им. Что они здесь делают? Собирают всякие вещи из руин полагаю. Ммм. А что за артефакты на складе? Я не помню про это. Ну мне золота много как раз только что об этом говорил что я его накапливаю. Давайте узнаем. об артефактах которые лежат на складе. Ну я видел как они тащили большой саркофаг. Это было поздно ночью. Расскажи мне об этом саркофаге. Он был огромным. Гигантская каменная штуковина. Хорошо что не мне пришлось его тащить. А где сейчас этот саркофаг? В центральном складе ближайшем к таверне Петти. На верхнем этаже. Чтобы туда попасть тебе придется воспользоваться задней дверью. Хотя ты не похож на человека которого может остановить простая дверь. Понятно. 100 золотых я отдал. Видимо там что-то очень ценное. Ближе к Петти говорит центральный вход. Так это значит где? Я туда наведался. И кстати мне нужен третий брат. Я понять не могу кто он такой. Я же одного отправил только к часовне. Второй сидит там в заточении. А третий возможно у третьего как раз находится третья чаша. У меня же две по-моему всего их. Я ничего не путаю. так вот они две да большая золотая чаша две точно мне третья нужна. Где Петти? А вот Петти так центральный вход он сказал на втором этаже находится это то самое место которое Огар и охраняет да но мы можем отсюда как-то пробраться недаром вот это все сделано тут так как бы туда залезть может быть отсюда как-то перепрыгнуть ну-ка паркур такой не сюда даже не вскараб то есть к сожалению как же туда попасть я сто золота отдал на это дело какой-то саркофаг да и говорит вот она на втором этаже дверь там закрыта вот она эта дверь да та самая этот замок слишком сложный я его не вскрою кстати люк 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 открытый причем как мне туда залезть ты не допрыгнешь нет может здесь где-то можно так ни в какую слушай угар не мог ли ты меня пропустить наверх у вас там саркофаг хранится не знаю у кого какие идеи вообще вот это больше всего мне кажется но таким более доступным как зацепиться мне бы эту веревку как перерубить ну точнее не перерубить может ну опрокинуть и по ней вскарабкаться но он же такое не умеет делать наш персонаж глупый может просто прыгать вверх и все хвататься цепляться это не по его части ладно оставим это да чуть-чуть на потом но 100 золота надо запомнить в уме держать такие суммы на дороге не валяются и я их просто сейчас отдал какому-то мужику за информацию которой даже не воспользовался так ищем третьего брата значит надо с этими чашами покончить я думаю пора а то таскаю с собой такие драгоценности так сид кстати по поводу дойла надеюсь дойл свалил уже из города что я буду говорить я нашел твоего шпиона это дойл идиот я думал что он годится на большее 50 нормально дойл исчез я надеюсь навсегда что ты с ним сделал ты действительно хочешь это знать нет ты разобрался с проблемой мне этого достаточно забудем о нем и поговорим о деле отлично похоже что я спас твою шкуру верно теперь мне пора в бега и как ты мне отплатишь скордо знает что ты мне помог это достаточное вознаграждение я могу также научить тебя паре трюков если ты хочешь научиться красться или открывать замок с помощью проволочки обратись ко мне а если тебе нужна отмычка я могу тебе ее достать кстати давайте прокачаем мне уже сколько раз это могло пригодиться столько дверей закрытых было столько сундуков которые я не могу вскрыть тяжелых надо прокачивать короче и давайте сперва узнаем информацию кто такой скордо кто такой скордо так и быть я тебе доверю это это главный человек дона в харбор тауне скоро ваши пути пересекутся не беспокойся а но нас уже ждет за домом публичным у тебя есть для меня работа да теперь когда мы вне подозрений настало время преподать урок ордену они крайне в этом нуждаются они же крадут скот с ферм и раздают нам пайки весь мир в смятении они навязывают свои законы и и люди вроде даргела мясника просто делают то что им прикажет орден так что настало время действовать мы должны показать даргелу кто может его защитить а кто нет а я тут причем поговори с даргелом напомни ему что у дона эстебана длинные руки опять да начинается ракетирство но хорошо я хочу стать хорошим вором итак давайте наверное покачаем вскрывать замки это мне надо покажи мне как нужно вскрывать сложные замки основная идея та же самая отодвинь вниз засов а затем попробуй взломать замок с помощью отмычки естественно это более сложные замки эти замки дорогие так что можно предполагать что за ними спрятаны предметы обладающие большой ценностью окей теперь мы наверное сможем да ту дверь открыть так я наверное не буду даже сильно особо томить а прям сейчас бегаю туда и попробую но сперва мы доложим по воровству еще родригесу я нашел наводчика и он работал по приказу сида правильно да это был дойл один из рабочих он до смерти напуган и не хочет в монастырь что-нибудь новое про кражи выяснил дойл исчез что сида избавился от сообщника отвратительные новости теперь мы никак не сможем его прижать выбора нет тебе придется теперь за самим сидом приглядывать надеетесь ужасные они ребята так попробуем вскрыть замок у нас тут и сохранение между тем как по заказу я только хотел сохраниться перед этим всем делом так стражник там стоит ну-ка а теперь замок этот замок слишком сложно что ты будешь делать у меня же по-моему и так на максимум прокачан слишком сложно и все вот вот как не быть ну-ка воровство взлом а есть еще третий да без ключа ну этому обучает парень который стоял на входе в город я помню может быть стоит к нему подойти по этому вопросу так откуда я спускался я как-то проходил помню по-быстрому сюда а был по этой дорожке да мне нужен третий уровень взлома я буду взломать все что только можно все сундуки открывать все двери мне бы это уже давно пригодилось все делегата чему ты можешь научить меня я держу свое слово если хочешь я научу тебе быть хорошим вором да я хочу стать хорошим вором карманная кража только и все странно почему взлома третьего уровня они меня не хотят учить с чем интересно это связано непонятно вот вот я бегу так по городу смотрю на это все с каждым хочется поговорить такое ощущение что вот у каждого еще какой-нибудь реплика найдется новая которую я еще не использовал настолько здесь много диалогов все что плохо лежит может это быть опасным для нас так пока не говорим значит это все глаза мне нужен отдых а это этот рыбак бывший точнее не рыбак а торговец рыбой так где брат третий что-то совсем пусто у них мне тоже доводилось это слышать бизнес не клеится зато на болотах все пьют беспробудно так а он тут сидит это кто а это штурман по-моему да и кстати здесь замок который я теперь могу открыть получается я не слушаю этот замок слишком сложный да черт возьми я прокачал для чего вообще спрашивается взлом если я ничего не могу по-прежнему открыть ни двери ни замки на сундуках в смысле что-то вообще мне непонятно это все с бэкстера мы говорили может его стоит оповестить что вор пойман прости меня что-то отвлекло не им плевать ладно крестьянин а пойдемте знаете что воспользуемся услугами женщины у меня столько тут стрессовых ситуаций было за все это время все эти бандиты все эти разборки я думаю надо допустим я клиент кого-то мне порекомендуешь вот Ольга например она милая девочка очень дружелюбная и крайне гибкая только без глупостей хорошо я не хочу слышать никаких жалоб ночь с Ольгой это еще даже и задание прикольно но она гибкая это хорошо пойдем я заплатил Соне за твои услуги я знаю что нужно мужчине ты же путешественник да искатель приключений покори мои земли милый у тебя там что земля уже песок что ли сыпется что за сравнение ну что побывал ты со мной в местах доселе невиданных да вроде того интересно почему я раньше тебя не видела я столько вижу вижу вещи которые не видит больше никто у меня есть дар я тут совсем недавно и не планируешь надолго оставаться правильно нет надо разобраться с делами жаль что-то вот мне подсказывает что твое присутствие в этом месте крайне важно позволь я тебе кое-что дам на дорожку если ты кого-то сильно расстроишь и этот кто-то откажется с тобой разговаривать это позволит тебе успокоить его это мощное заклинание так что используй его с умом спасибо Ольга желаю тебе удачи в твоих приключениях чувствую я она тебе очень пригодится еще и награду дали еще и опыт вообще не зря зашел хорошо вообще мне понравилось все так заглянем нам это не надо оставьте при себе штурман сидит она отдыхает да сейчас еще наверное там каймол какой-нибудь достанет хотя какой у них тут махорка наверное одна здесь ничего нету не положили для меня итак вопрос то не снят до сих пор где мне найти не беспокой меня третьего братана может он сам подскажет не надоело болтать языком нет охотник за сокровищами третий то где обучи меня боевым навыкам у нас очки опыта то хоть есть а нету до сих пор ну ладно что хорек уже все отказывается с нами говорить хорошо бы ты меня не беспокоил кстати мне еще слуг нужно найти какие-то слуги которые могли бы поработать за вот это вот кузнеца а я и забыл совсем про это опять новое лицо ты кто такой добро пожаловать в торговый район хочешь поработать или поторговать не очень диалог Тони тебе что заняться нечем страж помощник кузнеца смотрите эй тебе работа не нужна что у альвара есть для тебя работа тебя послал старик чего он хочет у него есть клинки которые нужно заточить это мне подходит так 50 монет забрали но эти деньги нам уже дали нам 150 дали как раз золотых на то чтобы мы нашли этих трех рабочих как раз каждому по полтиннику и будет нормально это что за коридор такой сундук шкаф а я сюда заглядывал да ну конечно сундук пустой значит я здесь был точно ничего нового так а где может быть второй рабочий может здесь где-нибудь наверху прохлаждается вон там кто-то ходит ну это страж по-моему я вроде с ним уже даже разговаривал а там он сидел он говорил пока мне не заплатят я не пойду работать точно давай пошел а всего два надо было мне почему доказалось что три задание выполнено круто можно с отчетом подойти к нему и побеседовать хорошие новости альваро сказал можешь взять пару дней выходных на него это не похоже только ты должен закончить посох для марчелло я закончил с посохом он уже давно валяется у меня в подвале альваро просто рвет и мечет что ж спасибо за помощь друг если что-нибудь нужно как-нибудь в другой раз спасибо за перерыв это было здорово рука руку моет мне нужна твоя помощь что такое нам этот нужен посох насчет посоха с лезвием для марчелло который я выковал да зачем он нужен альваро хочет использовать этот подарок чтобы завести влиятельного друга в ордене а нам же этого носит ключ от сундука на поясе но замок подвала он старый и ржавый ребенок может открыть его проволочкой а все потому что альваро не хочет платить за новый замок зачем тебе это знать не мое дело конечно но может я могу помочь да еще 50 стоит ли она того я вообще понять не могу я уже 100 золотых отдам сейчас это как за информацию саркофагом вроде бы отдал 100 золотых навык выучил тоже за деньги а дверь не открыл ну давай что еще ты можешь рассказать мне альваро имеет обыкновение ночью бродить по дому бессонница у него доходы наверное подсчитываю как можно попасть в подвал теоретически надо двигаться как можно тише и если альвара проснется подождать пока он не отойдет подальше будем знать ночью значит ему надо наведаться ты работаешь и с артефактами если ты нашел что-то ты должен сдать это я должен ты знаешь что сделает с тобой орден если ты хранишь артефакты тебя заберут и пац прямо в монастырь я могу о себе позаботиться но речь идет не только о тебе мы с тобой в одной лодке а я о себе позаботиться не могу я всего лишь кузнец запомнил как же все боятся этот монастырь так про железную руду мы с ним уже говорили ему мало ее ну точнее там диалог переходит к другому совершенно на то что ему гвозди нужны там всякие да что-то в таком духе итак посмотрим задание что мы тут еще не сделали сыновья тильды их всех нужно найти одного мы нашли второго ну второй третий это наверное как раз там где монастырь может еще где-нибудь будет это все не здесь наверное обдери мясника это как раз то чем мы сейчас только что и занимались как-то надо с этим посохом что-то делать влиять может прийти сказать он у меня посох давай гони деньги там не знаю ну в общем решим посмотрим посох главное добыть охотник за сокровищами в тюрьме слушайте а мы же с ним а мы как чаши соберем придем скажем что чаша уже все уплыли его сразу отпустят квест будет сдан понятно что там еще у нас есть интересного вот этот квест мы решили почему он еще висит у меня мы его наказали он сказал что больше не появится там а квест не исчез да просто мы раньше времени это сделали все видимо квест забогнулся покинуть город вот как помочь я сам не знаю как отсюда выбраться если честно пускай поэтому ждет потом решим жемчуг где-то найти надо я такого не встречал там есть обычное жерель но это явно не бусы все что лечит это травушки собирать всякие ну это так собирательские если делать нечего поговори с альварой и узнаю в чем его слабое место чтобы надавить на него ну вот это и есть посох то самое сделай все получить назад украденное кольцо ну это я не знаю это надо бусы найти короче квесты одно с другим все сопоставлено поговорим в самом конце с главарем бандитов думаю не будем сейчас к нему идти надо все вот эти мелочи все раскидать все что плохо лежит а это за городом 15 мешков всяких гвоздей принести хорек хочет чтобы кто-то забрал деньги у торговца конрада узнай можно ли как-нибудь заставить его заплатить но это все вот один здоровый квест он даже в 3 тут разделился все с этим посохом то есть посох надо определенно будет воровать сейчас и с комендантом города еще поговорить надо бы короче с чашами надо разобраться и с мясником и сразу же исчезнет большая часть ну и можно коменданту прямо сейчас наверно наведаться почему бы и нет да давайте сходим получим там что там написано было аудиенцию какую-то хоть посмотрим как у них там все устроено а как ты стал воином ордена добровольно пришел новобранцев обычно после обучения отправляют в развалины храма по мне так куда лучше быть стражником в городе представляешь они сначала серьезно пытались сделать меня магом ну правда это же смешно вся эта возня с колдовством просто противоестественно так а здесь ли он находится по-моему вообще не сюда приперся здесь вообще орден самый натуральный но мне кажется комендант здесь и находится же он же следит как бы за городом ты не против если я захожу смотрите вроде не против это вот ты да а наконец-то я могу посмотреть на тебя жаль что не удалось поговорить с тобой раньше до того как ты решил связаться с преступниками ты зря тратишь на них свои таланты однако ты сделал свой выбор выполнено круто я думал сейчас отменится скажет а ты за них стал да ну и пошел вон отсюда броня у тебя крутая мне бы такую у тебя у тебя есть еще задание для меня мне кажется ты слишком часто рассуждал так же как люди дона лучше бы нам с тобой дел не иметь а ну все да понятно ты что на курицах тренируешься что ли дурачок точильный камень давайте здесь походим может здесь как-то можно выбраться будет я надеюсь здесь не запрещено ходить дверь куда она ведет ого здесь оружие вот это я нормально зашел главное чтоб они не видели чем я тут занимаюсь не очень понятно вот и все дела вот стальная заготовка это нужная вещь может быть когда нибудь мы наконец станем кузнецом ржавый двуручный меч со ржавым оружием ходят что за люди вообще вроде такая организация большая орден целый город под себя подмяли оружие все ржавое можно можно на весь город взглянуть отсюда ну и думаю на этом можно закончить эту серию на таком прекрасном виде тогда уже в следующей серии пойдем как раз добывать тот самый посох у мясника и как-то с них получать все эти деньги на ракетирство займемся ну и нужно найти все-таки этого последнего брата и последнюю чашу и высвободить охотника ну а потом останется как говорится уже все поговорить с бандитом и в принципе никаких дел они еще надо будет статую обязательно эту наверху на втором этаже как туда пробраться я пока что не знаю но решим и все это будет уже в следующих сериях на сегодня достаточно если понравилось вам видео не забудьте меня поддержать ух ты пришел какой-то что пугаешь не забудьте поддержать пальцем вверх также прокомментировать видео и не забудьте подписаться на канал если вы еще этого не сделали с вами был Дэнни Марс и до новых встреч